В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Стамбульский парк спустя месяц после торжественного открытия все так же малодоступен для людей с инвалидностью. В доме номер 99 по улице Большая Арнаутская рухнул потолок. Дом является памятником архитектуры. Судебный процесс по делу о покушении на активиста Майдана Сергея Гуцелюка продолжается. Обвиняемого оставили под стражей. Открытый около месяца назад Стамбульский парк продолжает оставаться недоступным для маломобильной группы населения, в том числе для людей с инвалидностью. Городской голова почему-то только сейчас обратил внимание на то, что людям в колясках и незрячим не так просто попасть в парк и передвигаться по нему. И теперь на исправление недоделанного мэрия снова планирует опустошить бюджетный кошелек. Вот странно как-то получается у нашего городского головы. То, на что давным-давно обращают внимание активисты и общественники, до него доходит с большим опозданием. Если доходит вообще. Например, ситуация с доступностью от рекламированного всеми силами Стамбульского парка. Еще до того, как работы по его благоустройству были завершены, активисты из антидискриминационной конфедерации, занимающиеся проблемами. Маломобильная группа населения обращали внимание мэрских чиновников на то, что хорошо бы им, мэрским чиновникам, изначально планировать что-либо с учетом потребностей, например, людей с инвалидностью. Здесь не заложена изначально доступность, которая могла быть заложена изначально. Почему-то это абсолютно выпускается, как обычно, это уже становится какой-то нормой. И все сводится к тому, что потом нужно что-то переделывать, доделывать, достраивать, перестраивать и облагостраивать для маломобильной группы, в том числе для людей с инвалидностью. Но наш Геннадий Леонидович, упорно считающий всех проплаченными и шизофрениками, разумеется, на указанные проблемы внимания не обратил. Зато на днях, озаренный внезапной мыслью, он вдруг потребовал от чиновников оборудовать специальным подъемным механизмом, уже открытый для публики парк. Разумеется, на это придется потратить энное количество бюджетных миллионов, тогда как само благоустройство, и это подавалось под особым соусом, проходило за деньги стамбульских инвесторов. Почему тогда одесситы должны платить за нехватку мозгового вещества у нашего руководства? То, что стамбульский парк недоступен или малодоступен, видно невооруженным глазом. Хотя, пожалуй, лучше людей, вынужденных передвигаться в коляске, вряд ли кто сможет оценить по достоинству все трухановские недоделки. В первую очередь, так как я передвигаюсь на коляске, для меня является достаточно неудобное покрытие, очень негладкое. Если на коляске активного вида, от которой вручную передвигается, очень тяжело, очень неровности мешают, спуски и подъемы, которые не соблюдены нормам вообще никак. То же самое можно сказать и о несоблюдении прав несрячих людей. Здесь вообще нет тактильной плитки. А не огороженная ничем крутая лестница придумана, кажется, специально для того, чтобы с нее мог упасть человек с инвалидностью. Крутой подъем у входа в парк. Единственный вход, где может заехать коляска, слишком крут для тех, у кого эта коляска не автоматизирована. Поручней вообще нет. Устроенная для детей площадка уже может стать местом трагедии. Крепления тренажеров висят, извините, на соплях. Более того, здесь нет ни одного туалета, приспособленного под нужды людей с инвалидностью. Еще неудобство в том, что нет доступного туалета для нас. Здесь опять же нет никакого предупреждающего знака, что здесь есть лестница, никакой тактильной плитки, ни перил, ничего. И самое прискорбное в данном случае – это то, как относятся к проблемам людей с инвалидностью в нашем городе. Мы сталкивались с тем, что мы подходили и говорили, почему же вы делаете съезд, почему он не соответствует нормам уже прямо сейчас, когда вы его делаете. На это нам отвечали, что это делается на глазок. Так вот, на глазок это будет сделано, потом на глазок будет принято, и мы опять получим то, что нужно будет переделывать. Очень жаль, что новые объекты уже сдаются, не соблюдая всех норм. И опять же, придется все переделывать. Если бы их посадить на коляску и дать возможность проехать, я думаю, мнение бы изменилось и действия так же само. Очень хочется, чтобы наше городское руководство наконец поняло, то, о чем просят люди, передвигающиеся в колясках и с помощью палочек – это не прихоть или желание досадить городскому руководству, отвлекая чиновников от глобальных дум. Это необходимость, если мы, конечно, все-таки хотим считать себя Европой. Впрочем, если городской голова так плохо слышит людей с инвалидностью, значит, у кого-то просто ограниченная физическая совесть и инвалидность в голове. Геннадий Труханов вновь удивил одесситов. На литовской ярмарке, проходившей в минувшие выходные в городском саду вместе с мэром города Клайпеда, наш городской голова лихо исполнил джазовую композицию. Геннадий Леонидович – мастер на все руки и в самом разнообразном смысле. Он и в проруби не тонет, и моржеванием занимается. Он и в бокс боксирует. И инвалидам мастер-класс по воркауту дает, демонстрируя людям в колясках игру собственных мышиц. И в баскетболе баскетболит. И в хоккее хоккеет, и в футболе футболит. В общем, очень, очень разносторонний городской голова у Одессы. А в дни, когда он не так занят спортивными достижениями, наш городской голова обычно отдыхает. Тоже достаточно активно. Только за пять месяцев нынешнего года он успел побывать в отпуске уже шесть раз. А еще Геннадий Леонидович прекрасно танцует. Но не в хореографическом смысле, она как раз хромает у мэра, а так сказать, в эмоциональном. Геннадий Леонидович И вот на днях у нашего головы открылся еще один талант. Он, оказывается, прекрасно умеет стучать. Мэр Клайпиде сыграл на трубе вместе с одесским джазовым трио под управлением пианиста Андрея Покоза. А одесский городской голова, как пишут одесские СМИ, вспомнил о том, как в молодости стучал джаз и тоже принял участие в музицировании. Тут вспомнилось еще советское. Сегодня он играет джаз, а завтра, ну и так далее. Стучать джаз Стучать джаз – это, конечно, особенное искусство, которое оказалось под силу только мэру Геннадию Труханову. Еще не один одесский мэр не мог блеснуть таким количеством скрытых талантов. Хотелось бы знать только одно – когда с такой занятостью стучанием, ржеванием, боксированием, хождением по награждениям он найдет время, наконец, поработать? В Одессе продолжают разрушаться памятники архитектуры. В парадном столетнего дома на улице Большая Арнаутская рухнул потолок. Чудом обошлось без жертв. Жильцы говорят, что здание еще можно спасти, если незамедлительно начать реставрировать. Но на все их обращения коммунальные службы не реагируют. Бывший доходный дом Кариман, ныне просто жилой многоквартирный дом на Большой Арнаутской, был построен архитектором Гольцвурмом в 1913 году. Здание является памятником архитектуры и должно охраняться городом. Но, увы, в мэрии о существовании этого дома, скорее всего, забыли. Балконы, если такие и остались, то находятся в аварийном состоянии, крыша полностью протекает, из-за чего в квартирах и парадных очень сыро. То, что вы видите, практически она разрушается. Все время текла вода по стенам, снег была разрушена, крыша. Мы очень много раз жаловались, нам отвечали, что крыша уже сделана. Пока не приехала Киевская комиссия. Мы в последнюю минуту отдали документы. И вот нам пришли, вместо стекол сделали шифер. Потому что рабочие просто сказали, что настолько все намокло, настолько все в разрушенном состоянии, мы туда не полезем. Мы упадем и убьемся у нас дети. Скажите, пожалуйста, балкон у вас в нормальном состоянии? В ужасном состоянии балкон. Если вы посмотрите с улицы, вы увидите, что все балконы в ужасном состоянии. Все падает. А предписание получили? Предписание получило не выходить на балкон. Дом в ужаснейшем состоянии, начинает крышей, заканчивая самой парадной. Вы сами прекрасно все это видите. И скажу, что за все это время ни разу никакие службы, ни ДЭЗы, ни ЖЭКи. Они просто, видимо, забыли про этот дом. И никаких действий, несмотря на то, что мы ходили, писали заявления, бумаги, общались. Ну, грубо говоря, нас отправляли, говорили, ждите или нет. Намакостив. Ну, все в этом же духе. В одном из коридоров на четвертом этаже еще в апреле обрушился потолок. Чудом никто не пострадал. Жильцы самостоятельно прикрыли его пленкой. Но заделывать его не могут. Да, это и бессмысленно. Из-за дырявой крыши, которая в срочном порядке нуждается в ремонте. Жители неоднократно обращались за помощью к городским властям и в коммунальные службы. Результата как не было, так и нет. Также из-за постоянной влаги на стенах образовались огромные трещины. Элементы крыши продолжают падать, ломая попутно другие конструкции. Само по себе строение начинает проседать. А трещины на несущих стенах, как предвестники грядущей катастрофы. У нас произошел обвал потолка. Полностью посыпался потолок и полностью завалила мне дверь. Полностью завалила. Хорошо, что никого не было дома. Вот и все. Обращались и неоднократно уже. Вчера в коридоре обвалился потолок. Но тут у нас дети периодически. Он падает камни. Видите, что мы сделали? Вы закрыли клеенкой? Это временно? Или вы собираетесь какой-то ремонт делать? Ну вообще, как бы нам город должен помочь. Мы сами не осилим это. Вот и тут вот дальше обваливаются балки. Дальше вот оно все тянет и... И вот такие обрушения происходят регулярно? Обрушения, да. Камни падают. Камни падают. Стекла падают с коридора. Там тоже обвалы. Вот это вот вчера там обвалился. Стекло обвалилось. Обращались и в ЖЭК, и в ЖЭО, и в Фонтанский. Куда только не обращались. И что? А ответ какой? Ну пока сказали, ждите. Ну вот идут дожди, и у нас здесь все полностью заливают. Вот счетчики, вот газовое оборудование. Фундамент подмывается, и я вижу реально по трещинам, по перекосам, что дом реально, он обрушается. Та же самая крыша и по фасаду. Пошло много трещин, которых не было еще год и два назад. Он реально разрушается. Подмывается фундамент, ну и все остальное начинает. Крыша, крыша течет. Потолок у нас здесь провалился. Крыша в ужасном состоянии. Я в этой зимой выносил кучу снега из чердака, потому что понятно, что оно будет таять. И здесь дождь идет, в квартирах у соседки с люстрой тоже дождь шел. Но никто ничего, ну в квартирах, ладно, там мы сами можем сделать за какие-то деньги, но парадные жильцы не могут осилить. В настоящее же время висящие из потолка куски арматуры бетонные стекла представляют угрозу для жизни жильцов этого дома. Потолок в самом парадном рассыпается ежедневно. После обрушения над всеми, кто входит в дом, нависают огромные обломки стекла. В связи с этим находиться в подъезде опасно. Это просто жахитя. Стеля валится. Мы можем увидеть, что тут и скло валится, и дети ходят. И там стелли вообще нет в коридоре. Вона обсипалась, несколько раз ввалилася. Просто ее нет. Есть дах, и после даха у стелли нет. Это просто плевку, и люди закрыли, обратились в ЖЭК, но никаких действий. То есть обратились, звонили. Все, что мы можем делать, это хотеть обращаться, но достучаться мы пока не можем. В принципе. А куда вы обращались? Ну, начинали с ЖЭКов, заканчивая ДЭЗами, жилищными хозяйствами, управлениями. Вот жена сегодня опять должна идти в жилищное управление с фотографиями. Опять пытаться что-то показывать, решать, добиваться чего-то. Потому что, ну, других вариантов нет. Над старой Одессой уже давно настигла угроза исчезновения. Нынешняя городская власть видит город совершенно другим. Им нет никакого дела до памятников архитектуры. И именно по этой причине спасать архитектурное наследие коммунальщики не спешат. Но насколько же нужно быть бездушными, чтобы относиться с таким пренебрежением к людям? Ведь своим полным бездействием они подвергают опасности жизни людей, проживающих в аварийном доме на улице Большая Арнаутская, 99. В Киевском районном суде Одессы продолжается процесс по делу о покушении на активиста Евромайдана Сергея Гуцелюка. Прокуратура завершила сбор материалов для доказательства вины подсудимого и представила их коллегии судей. После полутора лет заседаний суд наконец готов перейти к следующему этапу – прениям сторон. Собранная службой безопасности и прокуратурой доказательная база оказалась достаточной. Виталий Назлымов, руководитель Одесского кадетского казачьего корпуса, обвиняется в организации заказного вооруженного покушения на Сергея Гуцелюка и его семью. Люди, которых он нанимал, дали показания о том, что он их нанимал для убийства Гуцелюка, что он готовился к этому. Есть аудиозаписи. Это все в суде заслушано. И я думаю, непроверживые доказательства найдены. Эти же гранаты, эти взрывчатки. Виталий Назлымов по-прежнему отрицает обвинение в подготовке покушения и считает доказательства недостаточными. Адвокат обвиняемого подала ходатайство об изменении меры пресечения своему подзащитному. Как же быть с требованием закона об обоснованности подозрения, обвинения о том, что необходимы достоверные доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к тем составам, которые ему инфлинируются. Прокуратура и адвокат потерпевшего выступили против изменения меры пресечения. По мнению стороны обвинения, есть все основания оставить подсудимого по страже. Есть основания считать, что его вина доказана. И мы доследовали в судовом заседании доказательства, которые переданы стороной обвинения. Я считаю, что при таких обстоятельствах есть риски. Они на сегодняшний день не изменились и не отпали в продолжении запрещенного захода в виде тримания под вартою. Суд удовлетворил ходатайство обвинения. Виталий Назлимов оставлен под стражей еще на два месяца. Одесские общественники, участники Евромайдана и антитрухановской акции протеста, выступают за применение к подсудимому самого строго наказания и возмущены существованием детской организации под его руководством. Назлимов является співзасновником и керевником Одесского кадетского козацкого корпуса. Цікавая деталь, что этот корпус существует и сейчас, и почему СБУ через суд вообще не обеспечила деятельность этой организации. Если керевник ее, співзасновник, вы можете проверить по единственной базе, что эта организация существует. Если керевник ее выховывает детей, в каких идейных намерах, для чего он выховывает этих подлитков. Следующее заседание состоится 9 августа. Для этого потребуется присутствие потерпевшего Сергея Гуцелюка, который сейчас проходит военную службу в Донбассе. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». 19 июня служба автомобильных дорог в Одесской области провела конкурс по определению компании, которые сделают ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М15 «Одесса-Рени», сообщает издание «Избирком». Торги находятся в стадии квалификации победителя. И, скорее всего, им станет компания близкой Геннадию Труханову «Росдорстрой». Ремонт трассы «Одесса-Рени» за 73 миллиона планируют поручить компании «Росдорстрой». Такую информацию сообщает издание «Избирком» со ссылкой на «Прозоро». Согласно системе, в тендере изъявили желание участвовать 4 компании. ЧП «Полтавастройцентр» из Полтавы, общество с ограниченной ответственностью ПБС из Ивано-Франковска и одесские автомагистрали «Юг» и «Росдорстрой». Однако конкурсная комиссия отклонила предложения полтавчан и ивано-франковцев. Таким образом, к участию в тендере допустили только одесские компании и самым выгодным предложением определили то, которое сделала ООО «Росдорстрой», сообщает «Избирком». Компания согласилась сделать ремонт за 73 миллиона 675 тысяч 164 гривны. Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных формирований, на сегодняшний день одним из конечных бенефициаров компании является депутат Одесского городского совета от партии Геннадия Труханова «Доверяй делам» Юрий Шумахер. Напомним, что эта же компания выиграла тендеры на ремонт Пересовского моста, ремонт моста Косебу и ремонт улицы Преображенской от улицы Жуковского до Софийской. Зверское убийство 17-летней девушки, совершенное в минувшее воскресенье, раскрыто. Виновный задержан. Подробности преступления сообщает Пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области. Непосредственной причиной преступления стал алкоголь. 18-летний одессит, работник сквозькой базы в Малиновском районе, выпивал с товарищами. В состоянии опьянения по заданию начальства пошел сжечь мусор. Заметив девушку, свою бывшую одноклассницу, схватил черенок от лопаты и кинулся догонять. В это время она разговаривала по телефону со своим парнем. Последнее, что было слышно на другом конце – женский крик. Молодой человек сразу же отправился на поиски, но уже через три часа был вынужден обратиться в полицию. Вскоре убийцу задержали. В ходе процедуры воспроизведения преступления протрезвевший задержанный подробно описал, как совершил убийство. Задержан злоумышленник, который уже сознался в совершении убийства и попытке изнасилования девушки. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115. Преступник задержан в порядке статьи 208 уголовного процессуального кодекса. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по сбору всех доказательств по указанному факту. По решению суда, Одесский нефтеперерабатывающий завод стал собственностью государства в лице Кабинета министров. Об этом сообщает украинский интернет-СМИ со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Украинские интернет-издания опубликовали информацию о том, что Одесский НПЗ решением суда стал собственностью государства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. Также генпрокурор выразил надежду на то, что аукцион по приватизации предприятия будет приведен честно и прозрачно. Как отмечает ряд изданий, Одесский НПЗ простаивал с 2014 года и решением Приморского суда города был принят на оперативное управление Укртранснафтопродуктом в декабре 2015 года. Как отмечает интернет-ресурс «Цензор», следственный судья Приморского районного суда Одессы по результатам рассмотрения ходатайства областной прокуратуры об аресте бывшего генерального директора и исполнительного директора Одесского нефтеперерабатывающего завода предоставил разрешение на их задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения. Сейчас двое бывших должностных лиц завода объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации. Национальная гвардия Украины привлечена к охране общественного порядка на территории курортных населенных пунктов в летнее время. Контингент военнослужащих направлен в Белгороднестровский район Одесской области. 15 июня 60 бойцов национальной гвардии со своей техникой присланы в помощь местной полиции курортных поселков Затока и Сергеевка. Их основная задача предупреждение уличной преступности и обеспечение безопасности дорожного движения. Военнослужащие прошли специальный инструктаж от руководства Белгороднестровского отдела полиции и получили информацию о состоянии оперативной обстановки на подконтрольном участке. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 20 июня в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла. Температура морской воды 15 градусов. Субтитры подогнал «Симон»!